всем привет дорогие друзья с вами снова римас мы продолжаем прохождение ром 2 total war за конфедерацию галов как мы уже заметили что дом ноны собрали каких-то наемников и они намереваются забрать наш город давайте будем держать оборону по всей видимости у нас как вы все уже заметили наверное съесть стены горы со стенами и мы будем держать плотную оборону ибо враг захватит нас я надеюсь что мы эту битву не про фу фу к им потому что у нас есть простые войска простые христиане воины кельских племен помимо этого из у нас крестьяне новобранцы из флот небольшой и конечно же строение на баррикады которых мы можем где-то выставить откроем карту посмотрим откуда будет идти враг давайте начнем с нашим флотом флот наш поближе потому что мы знаем то что у врага есть много морских соединений которые он может просто просто выслать и раздавить нас здесь прямо да здесь прямо оставляем и с какой стороны кстати идут эти ребятишки так вот они отсюда будете так застрельщики раз два три четыре ёлочка гори да так 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 наши крестьянного бранцы на развоз вот так вот сделаем наверно на этих суда генерала может здесь составит можно даже один отряд оставит вот непосредственно у нашего берега чтобы они попытались отбить наступление со стороны моря так ну здесь все понятно враг будете на стены с другой стороны будете со стороны моря а именно откуда нам к сожалению не известно поэтому здесь вот выставим на всяк случай вот так вот баррикады если они будут идти отсюда во потом посмотрим еще так с кострю на невозможем смогут пойти здесь у нас все закрыто то есть отсюда они по-любому не пойдут в любом случае ну давай вот это тоже закроем вот так вот все поехали послушаем нашего генерала подходят свежие силы так свежие силы к ним подходит со стороны моря как мы уже знаем поэтому давайте вот это вот морские наши соединения отправим сюда у нас туман поэтому пока не видно врага но все же мы оставим эти армии эти соединения здесь враг уже идет на наступление у них какие войска отважное знать гальские воины наемные и конечно же гальские воины тоже да а много конницы поэтому они будут стараться еще поджечь наши ворота наверное но у нас здесь хорошие застрички которые могут обстрелять врага со всех сторон можно даже приказать им всем сделать пламенный снаряд чтобы была какая-то возможность ну чтобы мы смогли поджечь их лестнице которая не продвигает к нам так наши уже потихонечку пришли дошли но мы пока врага не видим флоту вот он кстати подходит они здесь не высаживаются или высаживаются ну давайте ребята пытайтесь пробуйте странно выживание они могут здесь высадиться и сразу пойти на эти штуковины на забрать наш площадь но нет они решают пойти с другой стороны хотя давайте посмотрим так здесь у нас три корабля их вроде бы было больше намного ага вот они вот они вот они идут так наши уже начинают обстреливать врага если уже начинать гореть вводим наших застричек вводим 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 так эти ребята что-то подвисли они под хорошим обстрелом стоят смотрите так копейщиков вперед на стены давайте ребят иди сюда отходи отходим отходим сюда быстро так вот здесь нам надо генерала чтобы ставить сюда потому что здесь тоже отряд генерала они сейчас будут нас резать вовсю да ребята решили пойти отсюдова поэтому берем свои свои войска назад наверно чуть-чуть вот сюда вот сюда вот сюда давайте выставим номер два будет на нашего военачальника напали где же так наши уже начинают дрожать а вот эти вот отважно узнать надо быстренько разобраться с ними так у нас здесь большие проблемы кстати отважно знать сильные ребятишки наши бегут с поля боя какой позор так сгорел чувак о ребят походу тут у нас большие проблемы большие проблемы у нас поэтому давайте на отважно узнать тоже отправляем наш генерал тоже начинает потихонечку дрожать так здесь что у нас происходит враги уже высадились перехватываем их а эти ребята стоят они походу сейчас нас будут обстреливать наши остались без снаряжения да они нас обстреливают и стоят они не могут высадиться а здесь у нас как кто-то еще высадился и мы его не видим хорошо идем назад так ребята учились для вас не у нас пошли 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 сюда быстро так эти ребята что-то вышли сюда ну хорошо раз вы вышли давайте обстреливать их отважно знать уже потихонечку ломается прекрасно так конница пошла уводим 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 ребят уводим ребят пошли пошли сюда нет все таки мы потеряли своих застрельщиков ну ладно это у нас гарнизон отлично здесь у нас вражеский военачальник убит все враг все таки решается высадиться перехватом его быстро лаги ребята лаги большие лаги смотрите да что ж ты будешь делать отлично давайте этих обстреливаем да какие то непонятные лаги у нас к сожалению и я вообще понять не могу за чего вроде воинов мало на поле битвы и не знаю так здесь тем не менее вражеский начальник отряд вернее начальник уже начинает отступать делаем простые снаряды ребята давайте сюда стойте отлично обстрел прекрасно враг уже начинает бежать наши остались без снаряжения хороший обстрел у нас был ну что ж тех кто остался без снаряжения отправляем их назад этих ребят можно уже вот сюда отлично так что у нас здесь происходит обстреливаем 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 ребятишки наши бегут с поля боя не оселили не оселили наши крестьяне новобранцы их давайте прачники ну надеюсь надеюсь наши смогут один на один выйти даже против двух отрядов второго недоделанного прекрасно прекрасно мы здесь уже победили возвращаемся обратно смотрим здесь что враг вроде бы ничего они ждут кого-то вроде бы отступают слигерс все победили ну а в не а прекрасно разобрались отлично с уничтожен целые отряд какой позор а Что ж, вроде бы все нормально, я включил ускоренное время. Ну и ждем врага, я не знаю, что он теперь хочет сделать, потому что у них есть, осталось 3 отряда мечников, 2 отряда застрельщиков, помимо этого у них есть и 1-3 копейщиков и, конечно же, наемные гальские легкие всадники, которые те разбили наших прашников, да, вот на этой территории, к сожалению, да. Но все же мы ждем, ждем еще одну волну, я не знаю, что теперь они собираются делать, что-то они там меняют свою дислокацию и какие-то делают маневры непонятные. Да, битка, конечно, такая интересная, ну, не такая уж прям интересная, мне кажется, интересная битва, это когда есть присягнувшие, когда у вас есть элитная, элитная армия, да, там, 2000 армия, армия против 8000 вражеских войск и... Там, да, там такие баталии, такое мясо, что аж прям жестко подвисает. Но я заметил, в осадах всегда такие лаги бывают, хотя даже мало войск, да, хоть, ну, не знаю, возможно, какой-то скрипт там где-то подвисает или что-то еще. Ну, к сожалению, это так. Враг не решается дальше делать какие-то действия, я не знаю. Нам придется ждать, потому что если мы сейчас... Ну, хотя, давайте вот так вот поиграем с этими ребятишками. Видите, как подвисает прям, я не знаю, непонятно прям. Хотя у нас как, ну, все, вроде бы, окошки все закрытые, все понятно. Давайте их с... Ага, идут, идут, идут ребятишки. Ха, не успели ему, конечно, отойти, но они сейчас попали под обстрел, скорее всего. Так, конница попадает под обстрел. Наши уже сейчас начинают бежать, скорее всего. А нет, конница попадает под хороший обстрел. Мы их так чуть-чуть с... С этого, да? Хороший обстрел, хорош. Назад. Так, ну что ж, давайте их чуть-чуть сюда. Спровоцируем их. Можно включить ускоренное... Ускоренное время. Вперед. Идут, 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 идут. Бегите, ребятишки, бегите. Хороший обстрел пошел. Под весом жесткий, конечно, пошел. Но, к сожалению, это так. Прачники делают свое дело. Смотрите, как они хорошо их обстреливают. Ребята, у вас есть 4 минуты. С половиной даже. Так, наемные гальские воины. Ну? Бегите, бегите обратно, бегите. Узрели, ребята, узрели. Передумали. Можно атаковать их уже. Я так думаю. Ну, тем временем они уже начинают дрожать. Колеблются. Потрясены. Ну, все. Умирайте, ребята, умирайте. Хотя, наши уже потихонечку начинают. Да, да, заходят к нам со фланга. Уводим. Но такие вот, конечно, в опасные игрушки играть тоже невыгодно. Потому что мы можем полностью потерять свой отряд. Тем не менее, они уже близко подошли к нашим стенам. И попадают под хороший обстрел. Как они строй держат, смотрите. Все, ребята, убежали. Ну, все, две минуты остается до окончания битвы. Кстати, тут еще одна какая-то конница. Реснулся. Тупят ребятишки. Тупят на осадах. Как тупили, так и тупят. К сожалению, это дело не пофиксили. Хотя разработчики обещали еще один какой-то патч. Где там будет мега-убер-искусственный интеллект. Где он не будет тупить. Где будет находить новые решения. Если где-то тупик. Вот он сейчас в тупике. Он затупил и начал тупить. По-другому это назвать никак. Потому что его задача идти на наступление. Наша задача, конечно же, держать оборону. Хотя, как вы видите, у нас ворота открытые. Не знаю почему. Может быть, что-то крашнулось у меня. Еще что-то. Ну, у нас ворота открытые. У них задача захватить наш город. И, конечно же, они должны продвигаться вперед. Но нет. Они стоят и чего-то ждут. Я не знаю, чего они ждут. Может быть, чего-то еще. Ну, точно не подкрепление. Потому что у них нет подкрепления вообще. Ну что ж, убиваем их. Так как они в основном состоят из наемников. Нам нет, не получилось захватить. И думал, он и скорее сейчас будет еще работать своими агентами. Нет. Смотрите, нет. Все завершено защищенные поселения. Прекрасно. Пир. Ну, это мы уже читали, друзья мои. Обряды традиционные. Ну, там, все это дело уже были в предыдущих сериях. Что теперь можно посмотреть? Давайте вернемся к дипломате. Потому что после битвы... Да, мы, как мы видим, у Думнонов вообще нет никаких земель. То есть, они остались без поселения. Надо быстренько добить. Так. Так. Отлично. Идем сюда. Добиваем этих ребятишек. А нет, смотрите, мы их прям не добили. Ладно. Возвращаемся тогда. Так. Мы здесь, кстати, в предыдущей серии перестроили. Чего-то разрушили. Чего-то перестроили. Так. Общеспоряд плюс 4. Пища. Все плюс 3. Урон дальний. Так. Пехоты. Ну, давайте роща на Денса построим. Ну, так, для разнообразия, да? Как раз у нас будет вообще спорядка плюс 3. Продолжаем пока изучение своей технологии. Магнит. Что он делает? Дает доступ к постройкам. Гавань. Ммм. Налетчиков. Рыбный порт. Вот это вот ветка. Опыт наук. Лазунчик плюс 1. И боевой дух всех отрядов при засаде. Плюс 10%. Давайте вот этот вот боевой танец. Вучим. Синоны. Куда-то продвигаются у нас. Кстати, какие с ними договора? Почему они здесь находятся? У нас вроде бы да. У нас есть торговое соглашение. Договоры о нападении. И договор о праве прохода. Со свебьями у нас плохие отношения. Они воюют с нервами. Они воюют с Римом. Интересно. Нерви к нам не так уж прям хорошо относятся, к сожалению. Да, они вообще совсем почти со всей войны, кроме Рима. Понятно. Так, ну вот эту шваль, которая здесь ошивается, нам надо от них быстренько избавиться. Ибо будут большие проблемы потом в будущем. Так, цинобум. Синоном, да? Да. Интересно. Ну что ж, кого-то можно уже распускать. А в другом месте это дело можно уже... Персонаж ранен. Да, вот это глюк. Я распустил армию, где находился агент. И агент у нас ранен. Я думал просто как бы отделиться от армии. Ну, я надеюсь, этот глюк тоже исправит в будущем. Да, с зумноном нам надо решать вопросы. Поэтому ту армию, которую мы распустили, мы можем ее восстановить. Водушевление. Ну да, кого-то у нас как раз... А, у нас нет денег. Хорошо, зададим ход. Я хочу нанять присюгнувших. Ибо присюгнувшие могут более-менее отбиться. О, на нас еще раз нападают ребятишки. Тяжелая победа, тяжелая победа. Решительная победа. Оборонительную оборону держим. И я так думаю, что у них это у нас... Не, у них есть еще флот. С флотом надо разбираться. Убиваем ребятишка. Вернулся домой. Ганат. Так, все, завершено. Боевой танец. Тайный агент раскрыт. Так, кто же у нас вернулся домой? Минуточку, еще раз. А, это понятно. Так, у нас избыток населения. Мы можем сразу же начать расширение своего города. И можно... В принципе... Так, у нас еды вообще полно. У арвернов, мне кажется, самое хорошее здание, что дает еда. Так, общественное здание. Ну, давайте построим общественное здание. Пусть 1 доход от культуры плюс 50. А там дальше больше посмотрим. Может быть еще, чем такое там... Покое для ярлы. Что такое, кажется, у них зал какой-то там есть. Который позволяет приносить нам дополнительные доходы и... Общественный порядок. Так, зерновая печь. Доход от земледелия плюс 25% все регионы. Возможное время в осаде плюс 1. И... Интересно. Ну, давайте начнем это изучение. Так. Агент выздоровел. Наш агент, который был ранен. Кстати, он находится рядом с этим агентом. Давайте мы вражеского агента попытаемся убить. Он выздоровел и сразу умер. К сожалению, это так. Так, у меня там какие-то шумы во дворе, друзья мои. Не знаю, что это такое. Сейчас пойду выйду. Настучу по башке. Пока мы с вами закончим на этом. Я думаю... Я понимаю, что серия, наверное, получилась короткая. Но, надеюсь на ваше понимание. Потому что я не люблю, когда какие-то шумы идут. И когда у меня записывается серия. Подписывайтесь на канал. С вами был Римос. Всем удачи.